Привет, меня зовут Сымар и сегодня я еду в Хюе, через охренеть какой большой город Донанг. И я только что поехал на наш перекресток, здесь восьми полосками нужно как-то развернуться. Не так давно я услышал мнение, что Вьетнам это в основном джунгли и змеи. Проехал 2000 км по стране, я могу сказать, что джунгли там, конечно, есть, но в основном они каменные. А за змеи можно принять змеи-эскалаторов в торговых центрах, а вот с живыми как-то не очень. Впрочем, даже по основной трассе есть очень красивые места. Например, перевал Хайвань между Данангом и Хюэ. Перевал хорош, и на карте он отмечен как «Fucking Awesome View». И действительно вид там «Fucking Awesome». Поехали-поехали, наконец приехали. Я не знаю, каков город Хюэ, потому что сейчас ночью именно, но еда здесь очень клевая. Это фирменное хюэнское блюдо «Panbo Хюэ», супчик и свининка, и это все одно блюдо, да, и стоит, на счастье, полтора доллара. Ну, это реально вкусно, гостя камеру я буду кушать. С первого же вечера город Хюэ приятно удивил. Удивил вкусной едой, приятными ценами на эту еду и очень активным найтлайфом. Главная исключательность Хюэ, собственно, за которой мы стоя поперлись, это императорская цитадель. Огромная территория, обнесенная высокими стенками с пушками. Мы заезжали через вон те воротам Ахи Короли. Стены, за стенами роллс, внутри еще один роллс, еще одни стены, и внутри императорская цитадель. Там дворец, императорский театр, императорские павильоны, императорские сортиры. Город в городе в городе. Цитадель Хюэ это не какая-то древняя древность, можно было подумать. Ей всего лишь пара сокин лет. А жил здесь император Нгуен. Фамилия Нгуен Вьетнам до сих пор считается императорской, ее носит, наверное, каждый третий житель страны. Так вот, в цитадели жил император, жила его семья, жили его наложницы. Потом пришли коммунисты, императора понизили в должности, цитадель оставили. При бомбежках Хюэ она довольно сильно пострадала. Но потом в страну пришло ЮНЕСКО и сказал, ребята, у вас же тут наследие, облаграживайте. Его облагородили, провели бесплатный Wi-Fi, сделали кафешки с кофе и мороженым, пустели электрокары. И было бы очень приятно гулять по территории, если бы не. Императорская цитадель, конечно, очень интересная, но днем, в полдень, в обед помещение по ней, это перебежки от пельона к пельону, от пельона к пельону, от пельона к пельону, от пельону к пельону. Не представляете моих ошибок, не гуляйте здесь днем в самый жаркий сезон. Это пагода, название которой я уже забыл, самая высокая пагода в Вьетнаме, символ Хюэ, бла-бла-бла, ну, пагода красивая. На данный момент мне больше волшает черная туча, которая там промыхает, но дома я ехаю чуть-чуть 15, ну, дождички с тобой. Это храм каудаизма, молодой религии, которая зародилась где-то лет 100 назад во Вьетнаме, сейчас у нее уже где-то миллионов 10 последователей. Ребята прикольные, ребята топят за то, что все религии на самом деле высушительного бога, пацифизм, неприятие зла, бла-бла-бла. Да, очень интересный у них список святых, святые каудаизмы в Багаджан-на-Дарк, Владимир Ленин и предлагался даже Горбачев. Вообще, ребята интересные, а внутри там нет ничего. По пути из Хюэ в Фангню мы решили съехать с главной трассы и поехать вдоль лавской границы, а дорога там позрительно похожа на трассы в Одесской области. Сегодня мы доехали быстро, 200 км 5 часов, сейчас приехали в Фангню и делаем то, что хотели сделать у дороги, то есть едим. Кышмуки. А завтра по пещерам, по пещерам, по пещерам. Ох, ребята, какая красота, это просто... А-а-а-а-а, я только выехал с главной улицы. И тут уже вот такие охеренные виды, как раз еще закатик сейчас. Вот на этих лодочках плаваются пещеры. Все флоры, они везде, они и там тоже, правда, не видны с домами. Завтра полезу туда по пещерам, а сейчас просто наслаждаться охрененными видами. В самые популярные пещеры Фангня и Тиенсон нужно плыть. Плыть на лодке, цена за лодку, то есть ищешь компанию и платишь за компанию, за лодку. Года 3-4 назад нужно было бегать здесь по причалу, искать компанию, договариваться с лодочником, по крайней мере, я читал в отчетах. Сейчас ты просто идешь в кассу, на кассе просто ждет уже очередь, которая собирается на одну лодку, платишь, садишься, плывешь. Цивилизация. Всего у нас в парке Фангня и Кибанг несколько сокен пещер, правда, ходить как туристу можно в десяток из них, а проще всего добраться в две пещеры, это Фангня и Тиенсон. Пещера Фангня до недавнего времени была рекордсменом среди пещер, там была самая длинная подземная река, самая длинная галерея, самая большая общая площадь, но потом в том же парке открыли пещеры Шандонг и эти все рекорды ушли к ней. Но все равно пещера Фангня очень впечатляет, особенно впечатляет вплыв туда на лодочке, проплыв по подземной реке, а потом можно погулять немножко по самим пещерам, полюбаться всеми этими сводами. Да, это очень-очень-очень круто. В пещеру Тиенсон ведет, если верить интернету, 500 ступенек вверх. Вот они родимые. А если пойти в пещеру Тиенсон сразу после пещеры Фангня, а не ждать всю другую группу, которая покупает мороженое и водичку, то можно погулять там совсем без никого. А еще по территории Танцпарка можно просто кататься на мопеде. Потрясающие виды того стоят. Все, по кругу не нагулялись, и сегодня в обратный путь. Большой эстрадский. Мы проехали уже больше ста км, и сегодня мы херачим прямо в Хайян без остановки в Хюэ, в Жух, а у меня одна изверина. Горный перевал Хайван. Встретились две фуры. И, кажется, вперились с зеркалами. А если вы смотрите на карту и думаете, зачем же через перевалы, если есть туннель через гору, то я вас оговорочу, через туннель можно только на легковушке или на фуре, но не как и на мопеде. Маленький перерыв в городе Хайянем. Один на день, чтобы выдохнуть. Вдохнуть. Снова выдохнуть. А завтра финальный рывок домой. Пятьсот три километра ровно от этой точки до родного дивана. Пережить бы завтра, но чтобы жопа не отворилась. И сегодня, кстати, два года, как мы провели это путешествие. Привет всем, кто смотрит все эти два года. Всем, кто присоединился недавно. За вас, ребят. И за меня. И за Фран. За всех. Итак, мы пилим брата в нячанок. Пропилили уже 120 километров. И столкнулись с привычной в Ятамск проблемой по завтраку. Не в смысле, что здесь невозможно найти завтрак в европейском понимании. То есть местный завтрак либо багетами, либо мишками, либо супом с лапшой. А в кофейнях кофе. Только кофе. Без еды. Просто кофе. Если это кофейня, там будет 100 видов кофе. Но там не будет даже маленькое пирожек. Зато кофе так красиво подается. Доехали. Доехали. Это было весело. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше будет еще много веселого и интересного.